Добрый день, коллеги! Значит, вот назвали мы это «Человек в цифровую эпоху», и я бы начала вот с чего. Вот я сегодня, когда ехала с Апсаном в Москву, ну это меньше четырех часов, сильно много не придумаешь, но тем не менее, поскольку такое неожиданное безделье, то я думала, а что, собственно говоря, происходит? Вот я про это буду говорить. Вот все сейчас говорят, что на нас надвигается, отчасти надвинулась и стремительно вот эта цифровая эпоха, цифровой мир. С одной стороны, все как бы хотят, чтобы это побыстрее произошло, и это идет с каким-то таким положительным знаком, в положительном ключе, что вот прогресс, там все будет лучше, лучше. С другой стороны, есть голливудские страшилки, не обязательно произведенные именно в Голливуде, типа «Блейдрана 2049» или «Черное зеркало», и вот эти вот фильмы, страшные фильмы появляются. Они, одни из них лучше, другие хуже, но они подозрительно нащупали правильную точку. Знаете, это я вот опять-таки сегодня про это думала. Когда был этот теракт в Нью-Йорке, помните, когда близнецы-то вот рухнули, я пришла домой из университета и включила, зачем-то включила телевизор, ну, может быть, новости там посмотреть, не знаю что. И там, значит, была картинка, на которой самолеты врезались в этих близнецов, которых я незадолго до того живьем видела, там гуляла и все это такое. И, значит, они так оползают. Я на это не отреагировала вообще никак. Я решила, что сейчас Годзилла появится там из-за угла, естественно, да, и вот весь этот маразм начнется. То есть мне даже в голову не могло прийти, что это происходит на самом деле. Я к тому, что вообще создатели такого рода произведений, они как-то малосуеверны, я бы так сказала. Лучше бы они этого не делали. У меня такое впечатление, что это оно... Я посмотрела недавно тоже по пути куда-то, то ли в аэропорту, то ли где-то, этот Блэйдрана по лезвию бритвы 2049, и ужаснулась, потому что это реальность, которая вот-вот наступит. Поэтому, значит, что получается, подумала я. Это на самом деле такой сложный стал мир, и мы боимся его? Или мы стали такие простые, что мир такой сложный примерно и раньше был? Вот вообразите себе картину, например, что вы стоите посреди джунглей, значит, на заре нашей человеческой истории. У вас уже нет шерсти, и уже не такие мощные когти и клыки. Вы голый посреди джунглей. Вокруг жуткое дело, что творится. То есть каждый хочет вас съесть. Это что, менее стрессорная ситуация, чем когда вы по Манхэттену, что ли, идете? Оно всегда такое было. И вот этой вот ситуацией, когда так поступить или так поступить, это всегда и было. Может быть, просто, я повторяю, мы как-то упростились уже до такой степени. Тогда я стала думать, проезжая Балагое. Я приступлю к сюжету, вы не думайте. Вот. Проезжая Балагое, я стала думать, а почему это произошло? Почему мы стали такие простые? Почему мы любой сложности, которая появляется перед нами, она нас просто валит. Нокаут такой случается. Думаю, а чего удивляться? Если мы будем читать идиотские книги, слушать идиотскую музыку, общаться с придурками, смотреть плохие фильмы, а то, какие мы в результате должны быть. Конечно, уже какой родился, такой родился. Мы, я имею в виду, родились с определенной нейронной сетью. Естественно. Но всякому понятно, что текст, который на этой нейронной сети пишется, он пишется жизнью. Значит, что скормили, то и получили. Понимаете? Если мы спятим и, пойдя по улице, независимо от того, как называется город, начнем есть разную пищу, которую на улице продают, то понятно, чем это кончится. Но также понятно, как с этим бороться. А именно есть таблетки, всякие растворы, которые можно желудок прочистить. Таких таблеток для мозга нет. В мозг что закинули, то там живет. Это я вам как специалист говорю. Мозг не забывает ничего. За исключением ситуации абсолютной болезни. Там Альцгеймер. Мы не залезаем в эту сторону. Вот если нет заболеваний, при которых просто гибнут мозговые ткани, ну и вместе с ними память, естественно, но это другой сюжет. Мы не про него. А мы говорим про относительно такую какую-то среднюю ситуацию. Вот чего услышал, что прочел, до чего дотронулся. Оно все там навсегда. Если нам жалко наш желудок, и мы говорим, нельзя есть эту... У вас это шаурма называется, а у нас шаверма или наоборот. Ну, короче говоря, это есть нельзя. Так вот, ты же ее не ешь, потому что ты понимаешь, что это, может быть, соседа твоего там поджарили. Ты же не знаешь, что ты ешь. Ну, это мои идиотские шутки, но я имею в виду, что сюжет понятен. Но почему-то не жалко вот такое барахло в себя-то запихать, а потом удивляешься, что ты ничего не соображаешь, что ты более-менее сложный текст, и он тебя уже... Это я не могу читать, я не понимаю. Вот тогда давайте решим. Мы кто такие есть? Вот кто мы? Мы на этой планете все еще планируем жить? Вопрос первый. В какой роли мы планируем жить на этой планете? В качестве организмов, которые переваривают пищу? Второе. Это для того, чтобы побольше съесть успеть? Или что? Или побольше сумок купить? Или побольше тыфель купить? Что мы делаем? Вот мы куда разогнались? Вот те говорят, скорость, быстрее, быстрее, чтобы что? Чтобы что? Быстрее на тот свет в смысле? Или куда бежим-то? Какая смысл, какой в этих действиях всех, которые мы... Это же похоже... Здесь вообще психиатр нужен, я вам скажу, человечеству. Нужен врач, который скажет, ребята, вы что-то... Во-первых, вы перепутали реальность и нереальность, о чем у меня будет разговор. Виртуальное и реальное все еще отличаются? Я провокационные вопросы задаю. А почему вы считаете, что все это вместе не коллективная галлюцинация? Моя, например. Нет ответа на это. Значит, мы вот в эту ситуацию хотим попасть, да? А эти многочисленные, то, что называется профессиональным термином multiple personalities, эти множественные личности. Значит, ты дома, ты личность номер один, на работе другой, с приятелями третий, там, в парикмахерской четвертой, там, и так далее, да? Люди, с которыми вы общаетесь в социальных сетях? Вы уверены, что они люди? Если это Петя Иванов, почему вы считаете, что это тот же самый Петя Иванов, который был вчера или даже пять минут назад? Почему вы считаете, что Петей Ивановых не 384 тысячи? Какое сейчас время там? По какой шкале считать будем? Где находится этот человек? Он находится в Гималаях или он находится в соседней комнате? Виртуальная среда не подразумевает раскрытие, так сказать, этих карт, правда? И так далее. Эти взбесившиеся... Хорошо, мне лишней работы делать не хочу, если это. У меня есть два объекта особой любви во Вселенной. Первый, без конкурентов, это стиральная машина. Если еще есть стиральная машина из нашего мира, я в нем отказываюсь продолжать жить. Второй, но без него можно обойтись, это посудомоечная машина. Но это не так трагично, не так. Стиральная машина... Значит, пусть они работают быстро, а я в это время чем займусь? Вот так я вопрос ставлю. Если я пока... Это горемыка железная стирает все. Если я в это время буду сплетни разводить, так лучше бы уже и постирала, правда? Меньше, глядишь, было бы вреда. Если я в это время буду читать Шекспира или Пушкина с Гоголем, так это другой разговор тогда. Собственно, вот такое мое длинное вступление ведет к тому, чем я в итоге потом и закончу. Пришла пора успокоиться, никуда не нестись, а сесть и подумать, мы куда попали. Как называется этот мир, в котором мы сейчас живем? Какие у нас на него планы? Наши планы. Оставим в покое Дарвина с его революцией и эволюцией. Наши планы. Какие? И когда мы будем говорить, да, но мы высший вид на этой планете, во-первых, это кто сказал? Это мы сами себе сказали. Есть и другие виды. Не хуже нашего. Например, слоны и дельфины. А то, что они цивилизацию не создали, а они кому-нибудь обещали ее создавать? Что они днепрогресс не построили в Мариинской скважине? Это как бы плохо, что ли? Они идеально так в раю живут, как дельфины. Я занималась дельфинами. Они самые умные в океане, без даже близко находящихся конкурентов. У них совершенное тело, у них бесконечное количество ресурсов. Мировой океан. Еда всегда есть. У них возможности, которые мы не обладаем, а именно эхолокация, они являются собой ультразвуковое устройство. Они, когда на вас смотрят, видят, если бы они могли... Они-то могут сказать, мы понять не можем. Если бы они могли... Они бы сказали, вот у вас вообще тут опухоль, а вот здесь вы мне соврали. Они нас насквозь считывают. Не нас, а всех, включая и нас. Это мы цари природы? Это еще вопрос. Уже не говоря о том, надолго ли. Это то, про что разговор-то будет. Надолго ли? Понимаете, если эти монстры вылезут... Но я к чему говорю? Я не хочу быть понятой так, что все как бы... Беда, расходимся. А я хочу сказать, что мы же не свиньи по отношению к нашим детям, как к маленьким, так и студентам. Мы не можем их просто бросить среди джунглей, как я уже сказала, не вооружив ничем. Вот живи как хочешь. Вот кто сильный, тот выжил. Кто не сильный, ну что делать? Мы же не можем на такую позицию встать. Значит, поскольку мы взрослые люди, нам надо как-то разобраться с этим. Вот эта страшная история, которая была с гибелью этого самолета в Шереметьево недавно. Там, конечно, далеко от ясности, но из того, что я про это читала, а также говорила кое с кем, из этого следует, что это искусственный интеллект начал выступать таки. Потому что автопилот принял решение, что нос слишком задран, и что его нужно опустить. И это произошло с такой скоростью, что никто не смог отреагировать на это. На это есть комментарии. Во-первых, пилотов учили программному обеспечению новым мало и онлайн. Я прошу обратить внимание на это страшное слово. Пилотов нужно учить, не онлайн. Вы хотите, чтобы вам в живот резал этот самый хирург, который, лежа на диване, изучал анатомию? Сомневаюсь. Хотя, конечно, дешевле учить онлайн. Все это понятно. Только никто не хочет. Значит, их, а, учили плохо, учили мало. Это новое программное обеспечение, плохо устроенное, судя по всему еще. Факт есть факт. Они не успели даже взвизгнуть, как они уже рухнули. Так что оно тут идет. Мы очень сложные существа. У нас невероятно сложный мозг. Меня удивляет, когда я в редкие минуты досуга начинаю об этом думать, меня удивляет, что он все равно сложнее всего, что мы только, хоть примерно, знаем из Вселенной, даже у абсолютного дурака. Мозг представляет собой такую степень сложности, что как бы ты даже не знаешь, что с этим делать. Поэтому в некотором смысле занятия типа моего и моих друзей, которые изучают мозг, в общем, это... Тут что-то не то. Ты не можешь изучать объект, который сложнее, чем ты. А это оно. Ну, хорошо. И то, что мы попали в этот мир, это огромная скорость, это нарушение вообще всех договоренностей. Понимаете, так вот как бы пока этого виртуального мира еще не было, мы знаем, это реальный стол. Понимаете, но мы не будем спорить, стол это или арбуз, это стол. А вот в этом мире он то стол, то арбуз. Он, во-первых, мелькает все время. Во-вторых, он для вас стол, а для меня арбуз. То есть все зависит от тысячи факторов всяких. Страшная скорость изменения этих. Вы, конечно, можете сказать, ну что, были же лудиты, как мы помним, из школьного курса, которые возражали против станков, говорили, мы и так ткать умеем, да, вот не надо нам этих станков. И мне как-то гимназисты одной очень серьезной петербургской школы, они мне задали вопрос, а чем вот все так тревожатся по поводу этого цифрового мира, чем это отличается от лудитов. Ну как бы пошумели, и в общем ничего, дело пошло. Это правда, но они начинают нас, они угрожают нам по-крупному, то есть нам здесь нечего делать будет. Поэтому и скорость, огромная скорость, вы можете сказать, хорошо, но ездили на лошади там или на осле, потом бричка появилась, потом там пароход такой, пароход сякой, ничего особенного. Это верно, но это занимало столетия, или уж по крайней мере многие десятилетия, куски десятилетий. А сейчас это происходит, чуть ли там неделя прошла, уже что-то появилось совершенно. То есть крыша едет у народа от того, что он только приспособился. Я думаю, каждый из нас, кроме компьютерщиков самих, это знает. Вот я умудрилась в прошлый раз, когда в Москву ехала, наступить на собственный телефон, впало полное отчаяние. Да, и поскольку я, значит, в тот же Ранхиг съехала, и я, значит, страшным стоном стонала, то они мне говорят, да вы не волнуйтесь, мы вам сейчас купим телефон. Я говорю, только, пожалуйста, примерно такой же марки. Но они мне купили телефон, пока я там говорила, и тут началось, потому что он за время пути собачка смогла подрасти, а именно, он все время мне предлагает свои услуги. Я не хочу его услуг. Я не хочу, чтобы он летал на Марс, чтобы он пек блины, понимаете, чтобы виски наливал. Мне ничего не надо. Он звонить должен, звонить. А также он должен меня пустить в Windows, и я там дальше сама без него разберусь. То есть только ты привыкнешь. Он тебе говорит, у нас уже новая программа, в 10 раз лучше прежней. Ты ему говоришь, спасибо, не надо. Он говорит, не ваше мадам дело. Как бы я, мы сами знаем, что вам надо. Вот ведь мы куда попали. Огромная скорость. Кроме того, нарушение всех договоренностей. Вы посмотрите, что делается. Правда и неправда почти не отличаются. Одни и те же вещи. Одновременно правда и неправда. Фейк-ньюс валят с такой скоростью, и они непроверяемы. Значит, я спрашиваю, а куда крестьянин нападаться? Вот что ему делать? Вот к нему пришли вот какая-то информация. Я даже не намекаю на политику, я шире говорю. Пришла какая-то информация. Какие у меня есть основания, ей верить или не верить? Вот какие? Она, правдоподобно, написана вся. И за ней даже имена будут стоять. Только комментарий к этому будет. Первое. Эти имена могут не знать о том, что они стоят. Я недавно, кто-то из друзей мне сказал, ты совсем рехнулась? Ты вообще лазаешь когда-нибудь в интернет? Ты видишь, что ты там говоришь? Я говорю, нет, не лазаю. Я, разумеется, не вижу. Дали ссылочку. Открываю. И там я живьем стою. То есть они нарезали, наклеили. Это называется, я, кажется, интервью такое давала, чем мозг миллиардера отличается от мозга миллионера. Вы можете представить? И я живьем там, понимаете? Они чего-то нарезали, прикрепили. То есть я вообще, я даже не слышала об этом. Я не только никогда не давала такого интервью. Если бы меня носом не ткнули, я бы не узнала даже об этом. То есть даже наличие имен тебя не спасает, потому что эти имена могут не знать о том, что их использовали. Вот. И что? А что? Вот нам что так получается, что мы попадаем в ситуацию, которая в целом мне приятна, а именно в ситуацию сплетен. То есть я знаю, что Вася, он человек хороший, только верить ему нельзя абсолютно. Он мифотворец. Поэтому что он мне не скажет, он чудный человек, я ему готова помочь, но последнее, что я сделаю, это я доверюсь той информации, которую он мне принесет. А Петя, вообще-то мерзавец, но врать не умеет вообще, поэтому и очень тщательный. Вот что он сказал, так и есть. Это стоило интернету, вообще вот стоило разбухать этим огромным хранилищем данных для того, чтобы мы пришли к тому, что... Вот что я сказала? Значит, я вижу какую-то статью научную. Я что делаю? Я звоню Анохину и говорю, Костя, вот у меня статья такая вышла, это козел ее написал или не козел? Скажи мне честно, чтобы я времени не тратила. И как он мне скажет, так я и поступлю. Это так выходит? Вообще серьезная вещь. Исчезает, как я уже пишу, способность верифицировать правду. Что правда, а что вранье. Вот этот искусственный интеллект, который наступает, он... Вот эту картинку я сама сделала над Финским заливом. Мне кажется, она очень красивая, поскольку зеркальная. Мой вопрос сводится к следующему. Искусственный интеллект, он ее увидит? Мой ответ, да, увидит, потому что разработанные изумительные, очень тонкие системы зрительного распознавания образов, очень сложных, увидит. А он поймет? И вот это очень плохой вопрос, потому что в ответ на него я должна услышать вопрос от вас. Что значит поймет? И на этот вопрос ответа нет вообще. Потому что то, что глаза увидели, уши услышали, там руки потрогали, ну это да, это фиксируется приборами. А он понял, что это значит. Вот мы имеем дело вот здесь. У каждого из нас между ушей находится сложнейшая нейронная сеть. Квадриллион синаптических соединений, то есть одних частей нейронов и их отростков с другими. Это реальная фотография. Это электронно-микроскопическая фотография. Это не рисунок. И это кусочек такой увеличен, который я даже не знаю, есть ли размерности. Что это за кусочек? Там нано-кусочек, что называется. Вот такого квадриллиона в голове каждого из нас. Как оно там вертится, крутится? Страшное дело. Там алгоритмы нам говорят. Мы делаем искусственный интеллект по алгоритмам. Зачем изучают эти люди мозг? Они хотят узнать, как действует реальный мозг для того, чтобы сделать его подобие. Тут можно задать подлинненький вопрос. Если не секрет, зачем? Зачем нам его подобие? Чтобы он что? Блины пек? Чтобы он что делал? Я опять возвращаюсь к началу. Мы себе место оставляем или все карты сдаем? Мы не участники больше. У нас будет искусственный мозг, который вместо нас будет думать, лечить, учить. Чем займемся? Поэтому алгоритмы, какие именно алгоритмы? Я вот здесь поместила портрет Корсакова. Это не тот Корсаков, который оперы писал, но думаю, что одна семья все же. Впрочем, этого я не знаю. Он опередил Тьюринга, машину Тьюринга знают, наверное, все. Опередил Тьюринга на много десятилетий. Он первый стал интеллектуальные машины делать. Вообще в начале искусственного интеллекта вот этот человек, я просто из уважения к нему. Потом пошла эпоха Тьюринга, которая, к счастью, сейчас, так сказать, подутихла, потому что основной начало вот этих искусственных программ. Какое ведь? Если программа себя ведет так, что вы не можете ее отличить от живого человека, то значит, вот замечательно все. У меня некоторое время назад появилась совершенно кошмарная мысль, а именно, что нужно тест Тьюринга при приеме на работу устраивать для людей. Большое количество людей не пройдет этот тест, поскольку они не люди. и следующее это Альфа Гэл, вот это самые передовые эти программы искусственного интеллекта, которые все у всех выигрывают, о чем мы скажем. А что, у нас в голове только алгоритмы? Тогда я спрашиваю, вот это, Дюрер, Боттичелли, там, Леонардо, ну, большой список. Это по алгоритмам, что ли, они эти шедевры создавали? Вот уж нет. Нет таких алгоритмов. Это что-то совсем другое. Это значит, когда делают этого как бы искусственного человека, то берут одну его часть, и неизвестно сколько их там, этих частей, но этой части там нету. То есть у человека она есть, а как это сделать, зачем, я даже не хочу тридцатый раз повторять. Или вот это, это уж вообще совершенно загадочное. Музыка это что такое? Я последнее время очень увлечена этим. Вот и Усати в программе была пару раз. Но это-то развлекаловка, а я имею в виду, что меня научно это очень интересует. Что такое музыка? Вот я идиотский вопрос задаю. Это физический сигнал, просто звук. Звуковая волна идет, колотит вас в ухо. Да, потом эти самые барабанная перепонка, там, то-се, среднее ухо, ворсинки, на слуховой нерв, и приехала она сюда. Пока она сюда не приехала, она музыкой не является. Эта звуковая волна является физическим воздействием, больше ничего. Если она сюда приехала, то она музыкой стала только в том случае, если вы про это что-нибудь понимаете. В противном случае она остается звуковой волной. Как эти люди это делали? Это что такое? Или, скажем, Бетховен, который уже был глухой, когда он это все писал? Что вытворяла эта нейронная сеть, когда у него это внутри все происходило? В общем, здесь загадки сплошные. Эйнштейн и Чаплин. Я вот их рядом поместила, потому что они вот из этих двух разных частей человека. Эйнштейн, такой абсолютный интеллект, и Чаплин, который наоборот сплошная человечность. Эйнштейн, как мы знаем, играл на скрипке. И сначала я скажу то, что я всегда говорила, а потом покаюсь. Значит, из того, что я прочла, а я много прочла, везде было написано, что играл он запредельно плохо. Просто чудовищно. Но при этом он не останавливался, не играть не мог вообще. И поскольку я много читала Эйнштейна, он во многих местах пишет «I live in music», «in music», то есть он музыкой в ней живет. «And I think in music», можете представить, пишет, «я думаю музыка», это физик пишет, физик. Ну и да, и потом еще мне рассказывали, что он, значит, в одном из квартетов стал играть, и руководитель этого квартета, значит, поскольку Эйнштейн все время не вовремя входил в музыку, он, значит, раздраженный, ему сказал, еще физик, не можешь до трех даже досчитать. Можешь досчитать до трех? Раз, два, три, после этого входи. То есть он нарушал им всю игру. Все очень звучит красиво, но недавно Спиваков, с которым я познакомилась и очень впечатлена. Вот, он мне сказал, я вам сейчас дам послушать кое-что. Дает слушать, значит, игра на скрипке. Ну, я училась в музыке, но у меня нет такой компетенции, абсолютно нет. Я говорю, вы мне лучше прокомментируйте. Он говорит, это играет Эйнштейн, найдена была запись, более того, он играет на Страдиваре. Я говорю, а просто в Страдиваре-то вы откуда знаете. Это же запись просто. Он говорит, мадам, вы как бы с кем говорите? Я-то знаю. То есть, я говорю, а тогда колитесь окончательно. Он прилично играет или он говорит, вполне приличная игра. То есть, это на праслину на бедного Эйнштейна насылали. Все-таки интересно, зачем он играл все время? Зачем вот эти люди, зачем они играют на скрипке? Эти все Шерлоки Холмсы, мнимые, и реальные. Почему они маниакально музыкой-то занимаются? Ведь, ну, из Шерлока всем известно, что играл так, что хоть беги вообще, просто невозможно слушать. Но не мог не играть. Я об этом думала. Я думаю, что я придумала. Придумала я следующее. И это серьезно, уже без шуток. Это перевод мозга на другой тип работы. Это переключение мозга на другой модуль работы. он разрушал алгоритмы эти, он их рушил. Вот это если это сюда, то это сюда, если это вот это все со стола сбросить и начать думать совершенно иначе. Ну, у нас просто нет времени для того, чтобы это обсуждать, но об этом много что говорит. Открытия не делаются с помощью логарифмической линейки. Никогда никто не сделал. Открытия делаются там, где ты их не ждешь. То есть шел по полю, ударился головой об дуб, говорит, батюшки святые, и вот вам открытие. При том, что это открытие не про дуб, а про математику или физику или еще про что-нибудь. Они делаются на чужой территории. Для этого должно быть, во-первых, широкое ассоциативное поле, чтобы было где гулять. И музыка в этом смысле играет, я уверена, доказать, конечно, я этого не смогу никогда, но я уверена, что она играет эту роль. Сбить проезженную дорогу. Вот хайвей, вот с него уезжаем по лесу, ходим, спотыкаемся, падаем. Только там можно грибы найти. На хайвей грибы не растут. Эйнштейн, видите, что говорил? Он говорил, интуиция, Эйнштейн, если бы это говорил писатель, поэт, художник, я бы звука не сказала и вам не говорила. Интуиция, священный дар, разум покорный слуга. И его идея какая? Он говорит, воображение сильнее знания, потому что знание ограничено. Вот сколько знаем, столько знаем. Вот отсюда до отсюда. Этого не знаем ничего, этого не знаем ничего. Знание такое, а воображение, где хочу, там гуляю, не ваше дело, где я время провожу. Понимаете? Это Эйнштейн пишет. Он много раз возвращается к этой теме. И не только он, конечно. Ну так вот, вот видите, тут вылезает Чарли Чаплин. И вопрос-то мой, на чем все-таки сердце, у меня есть еще время, да? На чем сердце успокоится? В 96-м году, ну, здесь молодые люди сидят, но не только молодые. Может, кто помнит, был нанесен удар в поддыхало, я бы сказала, человечеству, когда программа Deep Blue уложила тогдашнего чемпиона мира по шахматам. Все впали в глубокое уныние, потому что основная линия была такая. Ну вот, наш лучший мозг, да, все, конец. И сам Каспаров, конечно, был в ужасе, но когда все пришли в чувства, включая его, и стали анализировать ситуацию, то она менее кошмарной выглядела. Я бы даже сказала, вот за эти слова я ей ответственность несу, я бы сказала так, она, это нечестная ситуация, так нельзя, так играть нельзя. Машина, которая играет против Каспарова, она, у нее не болит голова, она не нервничает, она не влюбляется, она не напивается, правильно? Ничего с ней не происходит. И у нее бесконечная память, с которой нельзя конкурировать. Ни у одного человека не может быть такой памяти. Просто ее не может быть. Более того, эта конкретно программа еще более подлая была, потому что она была надрессирована, я настаиваю на этом слове, на конкретного человека. Она знала про Каспарова больше, чем он. Она знала каждый его ход с тех пор, как он в руки взял первый раз фигуру, она знала про него, он уже давно это забыл за ненадобностью. А эта собака все это знала. И что, так не играют? Он, кстати говоря, просил тогда до этой игры, чтобы мы дали дополнительный компьютер, который играть не будет, естественно, но который будет дополнением к памяти, потому что ну не может человек этого помнить всего. Проиграл. Хорошо, нас-то стали утешать и говорить, ну это шахматы, да, она, конечно, сверхсложная игра, но в конце концов это просто перебор операций, хотя огромного количества операций, но ничего впереди, мол, не так плохо. Тем не менее, в 2006 году другая программа, Дипфриц обыграла Крамника и все, это было гораздо сложнее и она все равно его обыграла. Опять нас стали утешать всех и говорить, да, но есть гораздо более интересные игры, например, игра Го или игра в Нарды, где кости. Кости уже как выпали, так выпали. Уже не говоря о том, что в игре в Го, как я теперь знаю, количество переборов больше, чем число элементарных частиц во Вселенной, это просто нельзя перебрать. То есть это как бы другой процесс совершенно. Отлично, все расслабились. Знаете, наверное, это произошло в 2018 году. Он чемпион, из чемпионов по игре в Го, его разгромно уложила вот эта программа. То есть эта крепость тоже пала. Потом я уже стала думать, думаю, я умнее вас всех решила, я скромно, потому что есть игра в покер. Тут они нас не возьмут, эти ребята, потому что там блеф, правильно, там вранье, паука фейс, очки там. Ну, гордыня должна быть наказана, потому что произошло вот это. Я вернусь к той картинке потом. Она играла с четырьмя лучшими игроками в покер. Видите, они все хохочут, потому что она их уложила всех и выиграла вот такую большую сумму. Железяке, конечно, никто эту сумму не дал, а дали там разработчикам, ну, людям все-таки, но все равно, они даже смеются, понимаете, потому что, а что здесь делать? Здесь только смеяться уже можно, потому что она берет рубежи, понимаете, один за другим берет рубежи. Вернемся назад на один слайд. Вот эта вот самая, эта современная программа, она очень изысканная, она за 24 часа с нуля, а поскольку дело движется быстро, может быть, сегодня уже не 24 часа, а 12, я не знаю просто, она обучается играть в любую из этих сложных игр, так что с ней не может конкурировать ни одна другая программа и ни один человек, то есть крепость пала. Я интересовалась, а как они ее тренируют? А вот это мне, кстати, очень понравилось. Они ее сажают играть саму с собой, как бы склоном со своим, то есть, ну, сажают там в кавычках, то есть она играет с равной себе, не просто с равной, а с точно такой же, вот два близнеца играют, и играют они, скажем, миллион партий, чего не может сыграть ни один человек, об этом даже разговора нет, поэтому она насобачивается так за этот миллион партий, что нечего делать дальше. Теперь я хочу знать, и что делать крестьянин собирается. Вокруг нас текучий мир, он зыбкий, он прозрачный, я надеюсь, ни у кого иллюзий нет по поводу тех гаджетов, которые у нас у всех в карманах, в сумках и так далее. Все известно, где вы сидите, какие вещи вы носите, что вы покупали, с кем вы обедали, все всем известно. Значит, он абсолютно прозрачный, никаких шансов скрыться от него нету, он нестабильный, потому что то, что вчера мы договорились, оно уже сегодня не действует, он сверхбыстрый, и тут вспоминается слово, и я ужасно жалею, что не я его придумала. Вот у меня есть две вещи, которые я злобно шиплю от зависти на тех, кто это вместо меня придумал. Значит, первая вещь, это что мир стал не человекомерен. Вот такое слово. Это очень интересно. Все эти штуки, которые нашу жизнь будет определять, они в каких размерностях живут? наносекунды и нанометры. Там не живут люди. Там не только люди не живут, там вообще жизнь не живет. Это другая часть мира. Там ничего этого нет. Значит, эти заразы, извините, я как-то разыгралась, они, принимая решение, будут приниматься с такой скоростью, что не только самолеты будут падать. То есть, для них это как бы нормально жить. Только мы не умеем жить на таких скоростях. А что нам делать? А, взять другую машину, которая будет отслеживать. Мы заблудиться никак не боимся, нет? Как бы, кто на этом мне скажут? Хорошо, но когда заветную страшную кнопку, которая принесет конец нашей цивилизации, будет нажимать кто-то, то это будет живой палец. Это будет палец живого человека. Это я не дура, это я понимаю. А информацию он откуда получил? Из бигдейта, правильно? Из огромных баз данных, которые проанализировали это все и говорят, все, либо ты сейчас нажмешь, либо уже некому будет и нажимать. А мы верим этой штуке? Я пугаю вас, конечно, это понятно, кому надо, понимают, но эта опасность не снимается от того, что мы понимаем. то есть этот мир гибридный, он отчасти реальный, отчасти нереальный, он отчасти материальный, отчасти виртуальный, учитывая, как далеко зашли разработки виртуальных систем, скажем, игр, всяких дополненных реальностей, всего этого, вы как бы уверены, что вы разницу эту не потеряете? Где реальный мир, а где нереальный? Он же все больше похож на настоящий. Вот эти костюмы специальные, которые ты трогаешь, и ты трогаешь, уже есть тактильное, уже есть запаховое, то есть оно еще пахнет, оно интерактивное, ты ударяешь, оно ударяется, тебя ударяют, тебе больно. А мы же вообще совсем рехнулись? Мы это зачем делаем? Ради чего? Вот тут надо подумать. Я понимаю, что это остановить нельзя, но нужно хотя бы отдать себе отчет. Интернет вещей, я уже говорила, сама организация сетей. Эти сети, я имею в виду не только социальные сети, а вообще всякие сети, они в своей жизни живут, у них есть наука с энергетикой, или в Петербурге она же называется теорией сложных систем, неважно как ее назвать, важно то, что у сетей, независимо от того, что это за сети, нейронные, искусственные нейронные сети, естественные, социальные или какие, у них есть свои правила, они по ним начинают что-то делать. Цифровая реальность может стать признаком отбора в социуме в скором времени, то есть те страны, которые не будут иметь допуска к высоким этим социальным штукам, то есть цифровым этим штукам, они как бы вообще больше не участники игры на планете, мы их сбрасываем со счетов. Вот мы, ну скажем, я не знаю, как вот у вас в университете, а у нас вообще все больше и больше и больше переходит на цифровое, мы в зачетке уже там рукой ничего не пишем, все электронные расписания, я не хорошо и не плохо, я просто констатирую этот факт, что личный кабинет у преподавателей, личный кабинет у студентов и так далее. Теперь представьте себе, что там преподает древнегреческий язык, преподает пожилой человек, которого надо вот отдельно носить везде, да, он говорит, у меня компьютера нет и не будет ни за что, вы можете вот меня убить сейчас, этого, я не буду этого делать. Он, ну, поскольку он звезда, то с ним как-то разберутся, но я этот пример привожу как пример того, что если это себе позволит не звезда, то он выпадает, он просто не может работать, потому что этот мир уже иначе устроен. Ну, что делать-то? Ну, гусиное перо не идет. Поэтому это социальное мы, это еще сыграет. Растущее недоверие к информации. Я бы даже сказала больше. Нарушены все правила общежития, как бы, какого. Ну, как-то в порядочном обществе, если один человек другому человеку дает слово, то он его выполняет. если он его не выполняет, чему миллиард примеров в истории, то, по крайней мере, все знают, что он негодяй, который нарушает слово. То есть правила не отменены. Ты можешь их нарушить, потому что ты мерзавец, но мы знаем, как должен был бы себя вести не мерзавец. Где оно? Если государства друг с другом разговаривают, да, они сегодня договорились до этого, а потом реальный или условный Трамп говорит, я передумал. Вчера я вам это говорил, а сегодня утром, а я теперь иначе думаю. Слушайте, так жить нельзя, так мир рассыпается, если мы так собираемся жить. То есть вообще никаких ориентиров, что ли, нету. Ну, низ вверх у нас все еще есть, и то, если вы взлетите на орбиту, там низа вверх и нет, правильно? То есть мы совсем как бы вообще все под откос, или как-то иначе. Тревоги в связи с этим большие. Есть одна вещь, которая меня некоторое время тоже волнует, вот здесь об этом написано. Это так называемый синдром отложенной жизни. Это особенно важно для родителей и детей. Большинство детей, а также учителей, оно детям что говорит? Ты учись хорошо, когда ты вырастешь, если ты будешь хорошо учиться, будет вот что происходить. То есть он как бы еще не живет, он только готовится к чему-то, что возможно наступит, если он доживет, наступит, когда ему будет 53 года. Ты учился, учился, вот теперь что хорошо получил. Его жизнь началась в момент зачатия. Это его единственная жизнь. У него не будет другой жизни. Но если не иметь в виду буддийские там все эти вещи, мы не будем сюда уходить. То есть он уже живет. почему он живет так, как будто это черновик, который потом можно будет поправить. Цивилизация праздности это то, что нас ждет. Это термин, кстати. Уже такие бывали. Это Древний Рим. Где Древний Рим? Кроме руин. Где он? Нету. А между тем это будет. И оно уже сейчас есть. Смотрите, уже есть страны, которые платят своим крестьянам, чтобы только они ничего не сажали. Правильно? Потому что иначе переизбыток на рынке и так далее. Хорошо, вот эти монстры все железные, они вместо нас будут все чудесно делать. А нам будут платить деньги, чтобы мы с голоду не померли. Вот теперь вопрос на засыпку глубокоуважаемой публике. Чем займется население большого количества стран и континентов, получившие деньги, чтобы не умереть с голоду? И у меня есть большие сомнения, что они будут мадригалы писать, на лютни играть и скульптуры ваять. Они будут друг друга на вилы насаживать, сопьются, друг друга поубивают. Вот что! Им нужно придумать занятие, это серьезно. Мы, конечно, можем отвернуться и сказать, что ну ладно, это вы с вашим алармизмом, ну а вы реально подумайте. Уже мой хороший знакомец Греф уже кучу народу снял с определенных должностей, которые делает искусственный интеллект. Он их никуда не делал, эти люди там занимаются чем-то другим, но это уже пошло. Это пошло. Мы не сможем противодействовать этому. Чем займутся те, которые выйдут оттуда? Все они генские романтики, что ли, будут незабудки выращивать у себя и там о лораля, о лораля, и не будет этого ничего. Итого, вот человек современного мира, хомо конфузус его зовут, то есть человек в растерянности, он не знает, что ему делать, он попал в мир, в котором он еще не совсем чужой, но вот-вот станет совсем чужим. У него нет ориентиров, нет поводыря, который ему говорит, а ты сюда пройди, эти поводыри-то, только мы, к нам никто с Марса не прилетит, чтобы нам это мозги прочистить. Нам надо самим как-то выдумать, что мы будем делать в этом мире, в который мы попали. И тем более, я вот именно в этом университете, я, так сказать, совсем громко это говорю, огромная, гигантская ответственность на учителях, педагогах, воспитателях, не важно, как они называются, но тех, которые готовят, тех, которые будут готовить других, или уже тех, которые преподают. А гигантская ответственность, они к чему готовят? Они готовят к тому, чего нет уже. Ты пойди в булочную, заплати 12 копеек, и купи городской батон. Где эта булочная? Кто ее видел? Где этот городской батон? Где это вообще все? учи таблицу умножения. Зачем ему учить таблицу умножения? Один из ответов у меня есть, для того, чтобы тренировать память. Может, он пусть Пушкина хотя бы учит в этот момент, а не просто сборище цифр. Зачем мне эти цифры наизусть? Бином Ньютона, никогда его не забуду, хоть бы раз в жизни я с ним встретилась. Ну, где этот бином Ньютона? А как хоть он выглядит? Никогда, ни для чего. То есть, если на спор, я могу запомнить там сто страниц текста. Ну, это другая задача. Но если иметь в виду не тренировку просто памяти, что можно гораздо более продуктивным образом делать. Я не знаю, пусть Гомера учат. Вместо того, чтобы ряды чисел-то, зачем их учить? Психолог любой скажет, бессмысленные ряды учить, это совершенно другая, идея другая. Вообще, это не экологический эксперимент. То есть, плохо. Что делать нам с этими детьми? Их же надо к чему-то приготовить. Вот, некоторое время назад была в Петербурге год примерно назад конференция, на которую меня упросили пойти. Она называлась «Архитектура современного образования». Я думаю, я решила, что это метафора, естественно. А оказалось, что она и метафора, но и не метафора, потому что ее, поскольку у нас Финляндия за углом, ее, значит, устраивало консульство финское, и они рассказывали, что они делают с школами. Ну, как вы знаете, финское образование совершенно не при вас будет сказано. Изумительное, да. Они перестраивают школы в прямом смысле, здания. Они делают раздвижные аудитории. Сегодня ребенок, они готовят ребенка к ситуации, когда все меняется все время. Сегодня он приходит, у него желтый класс и одна учительница, а завтра он приходит, он уже не желтый вот такой, а синий вот такой. И там другая учительница. Сегодня они сидят, а завтра они валяются на полу. Они совершенно другую вещь какую-то делают. Я-то вообще консерватор. Я считаю, надо учить греческий, латынь, и полный набор, чтобы... А дальше, мол, погуляем. Нет, ну я действительно так считаю, но я же... Мой рассказ к тому, что они понимают, что они делают. Они готовят этих молодых людей, пока еще детей, к миру, в который они на самом деле войдут. Не тот, который мы якобы придумали, да, только его нет уже. Он уходит, уходит, вот пока мы говорим, он уже, его часть ушла, этого мира. А они готовят к тому, что будет. Это умный ход. И здесь, конечно, я не знаю, вот будь я, будь у меня власть, будь я там правительство или кто-нибудь, я бы самые главные деньги отдала педагогике. Тем институтам, которые учат учителей и так далее. Потому что нам говорят, да, плохие учителя. А еще не секрет, откуда они возьмутся? Ну, предположим, они плохие. А где хороших вы планируете? Из Альфа-Центавра завеститель. Откуда они возьмутся, эти хорошие? Значит, их надо учить, как учить и кого, каких, какой вы хотите, чтобы это был учитель. Кстати, опросы, интересно, это наш психфак, между прочим, делал. У студентов спрашивали о том, какими чертами они считают, что хорошо бы, чтобы обладали преподаватели. И огромный процент был, чтобы он меня услышал, чтобы я мог ему довериться, чтобы я мог поговорить. Понимаете, не квалификация даже профессиональная, а человеческие отношения, потому что уже наелись, учитывая все, что я сказала, наедимся еще больше. Потому что эти штуки, железяки эти, они, конечно, научатся имитировать эмоции. В этом я не сомневаюсь нисколько. Но имитация эмоций, это не эмоция. Даже если она виртуозно сделана. Я бы даже сказала еще хуже. Если она виртуозно сделана, тем хуже для нас. Потому что это значит вообще конец. То есть есть какое-нибудь место, где что-то настоящее? Или это все из пикселей, так сказать, собрано, но зато очень красиво собрано? Людвиг Витгенштейн, один из моих любимых мыслителей, он, помимо всего прочего замечательного, что он выдумал, придумал идею ковра, что текст, широко понимаемый текст, что это ковер, и каждый из этого ковра вытаскивает те нити, которые может. И, соответственно, интерпретирует то, что ему надо интерпретировать на свой вкус. вот так в ультрафиолете видят мир существа, которые вокруг нас плавают, ходят и летают, а мы так видеть мир не можем. Поэтому вопрос, который можно было бы задать, а какой мир на самом деле является дурацким вопросом, потому что никаков. Все зависит от того, чьи глаза на этот мир смотрят. Если я птичка или пчелка, которая летает и ищет у какого цветочка пыльца повкусней, то я вижу вот так, а мы этого не видим, потому что оно иначе светится там. Другие глаза у них. Вот как они видят те цветы, которые для нас мы переступаем через них с неморгнувшим глазом. И рыб, это что? Птица? Не видно отсюда. Птичка, да. И птички видят не то, и рыбки видят не то. Когда мы как они узнают там друг друга? Так они светятся все. То, что нам кажется это серая рыбка и это серая рыбка, а для них-то они другие. Я это к тому говорю, что все зависит от того, кто смотрит и какие мозги это обрабатывают. Если перед вами будет находиться египетский папирус, и вы не умеете читать это, то он является физическим объектом. Если перед вами будет Том Шекспира, и вы не умеете читать не только в смысле английского языка, а у вас нет всей квалификации, которая нужна для того, чтобы его прочесть, то у него есть вес, длина, высота, ширина, то есть кирпич. Он не является произведением гиганта. Мои вопросы. А есть ли какая-то логика у самого мозга? Мы говорим, вот этот там нелогично думает, а это мы же думаем. А мозг подчиняется какой логике? Это я задаю вопрос, на который нет ответа. Я вам сразу хочу сказать. Я уже кого могла, приложила, остальных приложу. Мозг подчиняется, он мозг физический объект, физический объект. Он подчиняется законам физики? Подчиняется законам физики, раз он физический объект. Он химический объект? Химический. Он законам химии подчиняется? Подчиняется. Если не секрет, какой физики? Он у меня просто я вырезала. Физики какой? Физики Ньютона, физики Нильса Бора. Какой конкретно физики подчиняется? мозг он математическое устройство до математической с не секрет какой вы тематикой пользуется мозг математикой лобачевского какой не утоно как чем ответа то нет самый серьезный ответ который таки специалисты дают ответ такой сейчас нам неизвестно математика который пользуется мозг вот это серьезный честный ответ а что такое гениальный мозг а что такое глупые мозг можно ли говорить о том что мозг глупый и что это значит глупый в каком смысле что медленно думает сколько хочешь есть гениальных людей которые очень медленно думают медленным зато как и сколько их хочешь есть дураков набитых которые со скоростью света тебе дают, молчали бы только. Итого, деятельность мозга — это не перебор операций. Это не перебор операций. У нас в голове, да, компьютер, но А, не один, как минимум два. Один из них алгоритмический, второй аналоговый, и про это мы знаем крайне мало, и фэтол. И, наконец, какой искусственный интеллект мы создаем тогда? Я не хочу в сотый раз спрашивать, зачем, но, предположим, есть зачем. Мы какой создаем? Мы создаем гениальный искусственный интеллект, глупый искусственный интеллект, аналоговый, алгоритмический. Мы что создаем? А может у искусственного интеллекта появиться я, то есть сознание? Очень опасный вопрос, который вовсе не для кухонных разговоров. Об этом зубы себе сломали, об этом вообще лучшие философы, мозговики, все в мире. Это постоянно идущая дискуссия. Потому что если исходить, например, из такого положения, что у нас появилось сознание из-за того, что мы перешли некоторый порог сложности, что вот сложно, еще сложнее, еще сложнее, все, конец. Вот тут теперь мы с этим сознанием. Во-первых, у других сознание тоже есть, у китов есть, у всех китообразных. У ворон есть, у слонов есть, у собак, кошек, у тех, кто близко с нами живут тысячелетиями, тоже есть. Значит, уже пошатнулось. А кроме того, если все-таки продолжать эту линию, хорошо, это значит искусственный интеллект, он еще сложнее, еще сложнее, еще сложнее. В какой-то момент приехали, он скажет, я – это я. И у меня вообще свои планы. И ваши, это, людишки тут, они, мои планы не входят. Не страшно разве? Это возможность есть. Есть еще хуже вопрос, который за этим следует. А мы про это узнаем? А если узнаем, то пусть расскажут, как. Я знаю, что нет ответа. Это я вам, это, на ночь сказку читаю. А он чувствовать будет, сострадать он будет. В виртуальном мире, почему он так опасен, например, с играми, на которые подсаживаются. Это люди же массовые. Это же компьютер-иллнес называется. Всемирная организация здравоохранения приняла это как один из... Это в число болезней вошло. Болезней. Значит, что? Как бы мы как в эту игру собираемся играть? Она же опасная? Он там, в частности, она опасна чем? Вот там ты перестрелял 50 человек, выключил, пошел, там кофе выпил. Я ни в одну игру, кстати, не играла никогда, я не планировала. Вот. Выключил, включил, опять, а они там опять бегают все. Там же нет смерти и нет боли. Там же ничего не происходит. У детей-то крышу сносят полностью, потому что они... У них нет оснований считать, что в реальной жизни не так же. Несколько лет назад сама читала статью, было... Или интервью какое-то было. Девочка лет 10 убила соседку по парте ножом. Вот так вот. Раз. И насмерть. Ну, там народ, естественно, зашелся весь. Вот. И говорят, ну, пытались вообще хоть что-то понять. Она сказала, оказалось совсем не так интересно, как в игре. Вот. Ну и что? Вот этот нечеловекомерный мир, он... Как мы с ним... Мы же с ним должны что-то сделать. Он нам предлагает пересмотр всех правил игры. Не только что реально, а что виртуально. Что честно, что нечестно. Чувство чести еще есть. Или что честь, что бесчесть. И это уже теперь все одно. Какая-то общая корзина, в которой всякого навалено. И там противоположные вещи тоже лежат. То есть нам же что-то с этим миром надо делать. Базовые этические нормы, ценности и смыслы. Например, насколько мы, допустим, манипуляции с геномом. Пока запрещено. История показывает, что надолго ничего не запрещается. Уже не говоря о том, что нарушения идут. Ну и разрешат в итоге. Редактирование генома, да? Ну, представьте картинку. Значит, эти дети по заказу, чтобы один глаз был лазоревый, а другой, чтобы золотой. И чтобы IQ там 280, и талия вот такая, и поет, и вообще все. Это что за мир такой? Опасно. То, что уже сейчас можно сделать. Просто не делают, но технически возможно. Чип в голову там вставить, у вас память улучшится, процессы будут быстро идти. Вы все еще человек? В этом случае. Как вы будете, точнее говоря, как они, остальные, без этих чипов, будут с вами конкурировать, скажем, при приеме на работу? Ну, в общем, здесь есть много интересных сюжетов для научно-фантастических тем. Я заканчиваю и веду вот к этому. Конвергентное образование, которое нам никуда не деться от него. Оно, да, действительно должно быть охватывающим разные области. И все-таки двигаться в сторону, о которой говорил еще Сергей Петрович Капица, а именно к образованию понимания, а не запоминания. Как бы, ну, зачем мне это помнить, когда «Окей, Гугл». Я прекрасно понимаю, какое барахло находится в Википедии, «Окей, Гугл» мне примерно то же самое подсунет. Но сама идея того, что я могу найти здесь, зачем мне тратить многие годы на вот эту вещь, это дискутируемая история, потому что я могла бы и контраргументы привести, просто сейчас уже не до того. Вероятно, нужно учить детей, как справляться с стрессом. Учить их учиться, формировать способность жить в этом новом мире. Но вот, возвращаясь к стрессу и к неудачам, дети должны знать, что неудачи – обычная вещь. Они должны привыкнуть к неудачам. Они не должны выпадать вообще за пределы мироздания от того, что они получили четверку или даже двойку с тремя минусами. Ну, получил ты эту двойку, ну и что? У Эсифа Бродского, Нобелевского лауреата, образование – семь классов средней школы. Он один из самых образованных людей вообще. Причем двойка-то здесь причем. Чем больше он двоек получит, если он умный, тем больше у учителя должно быть оснований к нему особенно присмотреться, потому что он, возможно, Ломонозов. Этот, который двойки, который умный, но постоянная двойка. Это что? То есть здесь же что-то есть в этом. Короче говоря, дети должны знать, что неудачи бывают у всех, что у всех портится настроение, у всех болит голова, все хотят растерзать всех домашних конкретно в четверг. Но они должны знать, что эта жизнь так выглядит, а не то, что это у него. Вот все были пятерки, а вот сегодня его оскорбили, поставили ему четыре с минусом. Вот это какие-то, я бы сказала, мета-навыки такие, которые мне... Это легко говорить, попробуй сам исполнить. Мне сказать я еще не то наговорю, попробуй сделай. И последнее, что я хочу сказать, обучение физически меняет мозг. Не только в виртуальном смысле, что хорошо быть умным, а не дураком. Это и так понятно. А в том смысле, что когда мозг получает информацию, не шуточную, не глупости, а вот то, что трудно, меняется качество серого и белого вещества, даже величина аксонов, дендритов. То есть качественно лучше нервная сеть физически. Это, кстати, я когда первый раз про это и знала, не поверила. Стала, думаю, опять лажа какая-то. Стала, да, друзей всяких узнавать и набрала всяких статей. Я уверена, это говорю сейчас. Это правда так. То есть от того, что мы с вами вот серьезные вещи сейчас обсуждаем, у вас и у меня нейронная сеть лучше, чем та, с которой мы сюда пришли. Это чистая правда. Это не фигура речи и не метафора никакая. И я вас благодарю за внимание. Тоже картинкой из одного из, по-моему, лучших мировых фильмов, «Огни большого города», как всякий может узнать. И специально заканчиваю, начавшись с цифр, заканчиваю человеческим, потому что, мне кажется, в этом поле наша надежда только лежит. В человеческом. Мне не нужен компьютер, к которому я пойду со своими проблемами. Мне нужен, ну, в зависимости от типа личности, я вообще не очень разговорчива в таких делах, но некому среднему человеку нужен теплый, живой человек, которому они могут, условно говоря, подруга, исповедник, я не знаю, психотерапевт, я не знаю, кто там, кому больше нужен, к которому можно прийти и сказать, слушай, вот я сейчас всякую чушь буду говорить, ты меня послушай просто. И давай мы с тобой там кофе или еще какого более притягательного напитка выпьем после этого. Понимаешь, человеческое, потому что все остальное мы проиграли, уже проиграли, у нас нет вариантов. А главное, незачем. Зачем нам это состязание? Кто больше запомнит, что ли, с этими монстрами, которые компьютер, суперкомпьютер размером с этот зал? Вы с ним состязаться собираете? Зачем? Спасибо за терпение. Вот что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Светина Владимировна, вы вопросы? Да, да, я готова. Были бы ответы, вопросы-то что? Кто? Вы будете, давайте. Добрый день, спасибо вам большое за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, вы где-то в середине сказали, что есть два слова, которые... А, я забыла про второе. Да. Точно. Спасибо. Уели, что называется. Второе, а по времени первое. Был такой... Просто у нас в УЗИ учат запоминать. Нет, все правильно. Так нет, слава Богу, как раз что учат. Иначе мы будем иметь сборище дилетантов, которые на самом деле ничего всерьез не знают, а немножко кое-где что-то понахватали. Так вот первое из слов, первое на самом деле, было следующее. Был в 80-е годы такой человек, Роджер Спери, который получил Нобелевскую премию за функциональную специализацию полушарий головного мозга. Я как раз в это время активно работала и знаю про это дело все. Так вот у него в команде, он не один там был, у него в команде есть один специалист по сознанию очень крупный, который сказал следующее. Сознание – это как ветер. Его увидеть нельзя, а можно увидеть только результат его работы. Вот гений, честное слово, гений. Он в самую точку попал. Потому что, ну как вы собираетесь увидеть ветер? Вот ветер, ну как он? Он же на картинке только такой дядька со щеками, да, который дует. Нет, ну реально-то ветер же нет, но зато дома повалил, цунами налетело, деревья вырвал. То есть результаты с сознанием – это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что с сознанием точно такая же история. Если я тронусь умом и пойду в институт мозга, с которым я работаю активно, и скажу, давайте изучать сознание, они первые минуты-две помолчат. А потом скажут, ты рехнулась? Как ты, что ты планируешь увидеть? С помощью любой самой лучшей техники. Что должно вылезти из томографа, чтобы я сказала, что это сознание? Потому что я сама, вот я же сама себя убиваю. Значит, я сама скажу, это была память, а это было внимание, а это он у вас текст читал, у него зрительные работали, и те, которые чтением занимаются, и так далее. Здесь, я скажу, была кратковременная память, а здесь долговременная память, и еще целую бочку я всего вывалю. Понимаете, какая вещь? Поэтому мы, когда беремся за изучение таких сложных вещей, мы почти сразу провалились, потому что мы не знаем, что это такое. сознание – это что? Я список сейчас могу написать, только все будет неправильно. Сознание у комара есть? А я отвечу, а вы откуда знаете? И про да, и про нет будет мой ответ такой. А откуда вы знаете? Что у него там было в голове? Для его жизни возможно. Но если вы мне скажете, что сознание – это рефлексия, то, что я – это я, что вообще пора заткнуться, иначе голос сядет опять там. То есть вот если это, то тогда сознанием не обладает 90% людей, населяющих Землю. Поэтому, ну, они же как автоматы в основном живут. Поэтому вот двум вещам я завидую. Вот с этим сознанием, которое как ветер, и с этой человекомерностью. Причем сознание сильней. Потому что это вообще выбивает просто совсем. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ирина Татьяна Владимировна. Вот мы с мужем здесь пришли по, ну, так скажем, наводке нашего одиннадцатиклассника. Этим летом вы в Сириусе читали лекцию. Вот там Саша у нас послушал, сказал, мама, вам нужно идти к Татьяне Владимировне. Поэтому вот вам большое спасибо. А вопрос у меня будет забавно такой женский. Нас всех волнует, ну, женщин, например, да, и девушек. Как бы пораньше не постареть, да? Я думала, как замуж выйти сначала. Ну, это вторично. Ну, может быть, да, это первично, это вторично. Тогда вопрос вот какой. Он касается молодости, старения организма человека. Недавно в Фейсбуке прозвучала информация о том, что признаком старения является не потухший взгляд человека, не дряблая кожа, не плохо работающий сердце, а вот именно когда снижается тонус мозга. Согласны ли вы с этим мнением? Или это фейковая информация? Нет, я думаю, что это правда. Но если это не светский разговор, а научный, тогда наука подразумевает правила игры. Карты на бочку. Пускай они вывалят те карты, которые у них есть, которые доказывают, что это они. Не, а не то, что вы перечислили. Потому что я бы сказала, что все сразу. Понимаете, это... Ну, хорошо, давайте вспомним там великих старцев. Например, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он сосед подачи нашей был, я как бы могла наблюдать его. Он мощнейший интеллект, горящие глаза, страшная интеллектуальная, эстетическая и всяческая активность, при том, что тело отказывало уже. Поэтому это такой вопрос задан, он с хвостом вопрос такой. Но, конечно, если человек теряет интерес к жизни, и этот огонь как бы исчезает, то тогда ему никакое здоровое тело не поможет, потому что незачем. Мозг должен... Мне страшно надоело это повторить, но все время приходится говорить. Мозг должен тяжело работать. Тяжело – кардинальное слово. Это как с физической... Вот я лентяйка, в фитнес не хожу. Кто ходит, он знает, что нужно, чтобы нагрузка была адекватна для вас. Адекватно, чтобы вам было нелегко. Понимаете, это не вот такая нагрузка. Тем более не такая. Должно быть тяжело. Мозгу должно быть тяжело. Индивидуально тяжело. Для одного тяжело вот это, а другого тяжело – это штанга 200 килограмм. С мозгами точно такая же история. Каждому как бы свое. Но не до безумия. Потому что если человек из тщеславия начнет доказывать теоремы, которые никто не доказал, и естественно не докажет их, то впадет в депрессию или еще что-нибудь. Ну как бы так, без звериновой активности. Спасибо. За Славский, пожалуйста. Спасибо, Татьяна Владимировна. Огромное спасибо за лекцию. Если можно, немножко в практическую сторону. Есть сейчас один из подходов, который активно практикуется в образовании – это геймификация. По сути, вы сегодня очень много говорили об играх виртуальных, когда они стирают грани, двигают сознание и так далее. А при этом геймификация последние лет 10 принят одним из самых крутых методов обучения и к пониманию в том числе. Скажите, что вы думаете на эту тему? Как бы есть ли какие-то рекомендации? Или это вот все то, что, опять же, было и будет? Или не будет? Спасибо. Я отвечу вот как на это. Есть книги хорошие, есть книги плохие. Есть журналы хорошие, есть журналы плохие. Есть игры, которые действительно развивают, если они умно сделаны. Такие игры есть, и даже есть исследование влияния этих игр положительного на мозговую активность и так далее. Так что я не тупица, я все-таки не отрицаю вообще все. Но отбор, отбор. Их отбирать должен тот, кто понимает, что он дает детям. Что это не какой-то мешок, знаете, как там Дед Мороз руку в мешок сует, что вынул, то вынул. Вот без этого. Так что нет, я бы на такую уж позицию совсем... Ну мы же не можем отрицать того факта, что мы живем в 21 веке. Даже если я предпочла бы жить в 13, предположим. Ну что толку? Мы живем в 21 веке, точка. Поэтому, значит, уже как живем, так живем. Но отбор. Должны быть эксперты, которым мы доверяем. И если я вот такому-то человеку доверяю, он мне говорит, вот это делать можно. Я не буду тратить свою жизнь на перепроверку его. Если я ему доверяю, то я ему доверяю. Татьяна Владимировна, добрый день. Меня зовут Александр. У меня вопрос следующего характера. Все, что мы сейчас услышали, это в техническом плане называется технологическая сингулярность. То, что мы не можем, ни потом, ни впоследствии не сможем понимать то, что создает машина. И вопрос мой в следующем. Есть ли какие-нибудь исследования в плане того, что сейчас человеку нет необходимости запоминать огромное количество информации, так как она находится в удаленных репозиториях. И, соответственно, есть ли какие-нибудь изменения в органическом субстрате человека, допустим, гиппокампе, который отвечает за нашу память. Спасибо. Я поняла. Очень хороший вопрос. Я думаю, что научного ответа на него нет. Просто сомневаюсь, что есть. Понимаете, для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно иметь огромную статистику. Потому что ваш вопрос почти эволюционный. То есть, войдя в этот новый мир, мы что такое там сдвинули в мозгах? Чтобы иначе пошло. Во-первых, мало времени прошло. Во-вторых, индивидуальные различия так велики, что они перекрывают групповые. Поэтому по каким... Это вот плохая весть, так сказать. Кого с кем сравнивать будем? Понимаете, кого? Академика с алкоголиком? А если они совпадают в одном лице? Нет, ну это шутки. Но я имею в виду, поэтому мой ответ нет. В смысле, нет данных. Но я допускаю, что это может произойти. Потому что мы делаем, мы другие процессы проводим. Вот Наталья Петровна Бехтерева, с которой я имела счастье общаться последние годы довольно часто, она говорила, когда ей задавали подобные вопросы, она говорила, для того, чтобы сохранить память, нужно для начала выбросить записную книжку. Не помнить ни телефона, ни какие дела. Я не знаю. Наверное, я просто какой-то на самой нищей ступени эволюции нахожусь. Потому что у меня такое количество дел каждый день, и это расписано надолго вперед, что без электронного календаря, который у меня в кармане, в сумке, я просто вообще ничего делать не могу. Но тем не менее, она этот вопрос ведь подняла. То есть нагружаем собственную память ради собственного мозга. Как бы мы чего хотим? Если я его хочу сохранить в пристойном состоянии, то ему надо пищу подбрасывать, правильную пищу. Но линию вашу я поняла, и это не абсурдное предположение. Потому что зависит от того, что в мозгу развиваются те зоны, которые развиваются. Понимаете? Будете играть на скрипке, разовьется одна зона. Будете играть на фортепьяно, другие зоны. Это просто правда. Поэтому если из других источников вытащите эту информацию, соответственно, это не может не отразиться на сетях нейронных. Так. Здравствуйте. У меня два вопроса, если можно. Иностранный язык — это память или рефлексия? И как качественно... Вы говорили сегодня про качество мозга. Как качественно можно... Если у нас есть два мозга, которые билингв и которые изучают язык, как они качественно различаются? И можно ли достичь того качества, извините, еще раз, мозга... Я поняла, поняла. Да, как у билингва. Я поняла. Значит, на этот вопрос я отвечаю спецкурсам, которые читаю полгода. Поэтому я сейчас просто не могу вам ответить. Я отвечу... Это требует длинного разговора. И я знаю, что отвечать. Но сейчас это невозможно. Поэтому я отвечу косвенно. Вот как. Точно известно, это показано исследованиями из разных стран, что люди, которые знают больше, чем один язык, отодвигают, извините за цинизм своего Альцгеймера на несколько лет. Болезнь может поразить кого угодно. И в любом возрасте мы говорим о какой-то некой средней ситуации. Что если вот человек уже дожил до пожилого возраста и как бы память начинает сдавать, то в мысленном эксперименте, что вот этот монолингв, а этот на разных языках, да еще с детства, это принципиально важная вещь, а также еще играет на музыкальных инструментах, у него в кармане несколько козырных карт. Потому что нейронная сеть очень рано и гораздо более сложно настроилась. Понимаете, это investment in the future. Вот что это такое. Поэтому детей всех надо учить музыке и языкам. Не потому, что из них получатся синхронные переводчики или гиллильсы, а потому что у них мозг будет лучше. Просто мозг лучше. Вот и все. Это особенно ценно услышать в Институте иностранных языков. Сейчас они сразу... Ну все так и есть. Чистую правду сказала, не соврала. Здравствуйте. Сейчас. Да. Я также студентка второго курса Института иностранных языков. И мой вопрос стоит в том, что каким образом сейчас лучше изучать, обучать детей, чтобы избегать ситуации, которая связана с чрезмерным использованием технологий, и чтобы в то же время они не отрывались от современного мира, но и становились как бы более человечными, более образованными, более... Глобальные вопросы задаете, такие на Вселенную. Нет, но я отвечу я вот как. Мы формируем план ваших дальнейших лекций. Да, да, да. Отвечу я следующим образом. Вот скажу сейчас вещь, которая прозвучит как абсолютная банальность, но только ее надо воспринимать не как банальность. Детей надо любить. Что это значит? Это значит дать себе труд, познакомиться с тем, кто у тебя родился. Если это ваш ребенок, из-за этого не следует, что вы его знаете. Ничего не следует. Ребенок инопланетянин, который неизвестно откуда к нам прилетел, и что он собой представляет, мы не знаем. Поэтому за ним нужно наблюдать и постараться понять, какой он. Даже среди детей одного возраста. Во-первых, что такое один возраст? Это биологический возраст. У него в паспорте написано, этому 4, этому 3, 5. Или там 2,8. Ну и что? И ничего. Очень разные индивидуальные скорости развития. И Эйнштейна, как мы знаем, вообще считали слабоумным. Он там читать не мог, писать не мог, вообще говорить поздно начал. Читуши свет. Но он Эйнштейн при этом. Поэтому это дело такое. Разные скорости и разные психофизиологические типы. Понимаете? Есть маленькие дети, которые, я сама знаю таких детей, которые, когда их с песнями и плясками стали языку учить иностранному, значит, один мальчик, он сел и бабушке сказал довольно строго, маленький ребенок, он ей сказал, возьми лист бумаги и ручку, нарисуй мне, какая система времен в английском языке. Понимаете? Я со стуком упала на землю при этом. Вы представляете? Это ребенок маленький говорит. Он хочет схемы, этот ребенок. Если вы предложите систему времен английского языка любому нормальному ребенку, понимаете, то даже боюсь подумать, что будет. Он хочет петь и плясать. Они разные. Поэтому нужно узнать, он какой. И ему зачем. Ему это наказание. Или ему страшно нравится эта учительница, и он готов вообще ацтекскую грамматику учить с ней, только чтобы она никуда не уходилась. То есть это очень индивидуальные вещи. И опять же, я не хочу быть понятой, глубоко уважаемой публикой, как враг современных технологий. Я этого не имела в виду. Я только имею в виду, что мы не можем собственную ответственность приложить на компьютерные программы. Ты ребеночек включи это все, и пусть оно у тебя крутится. А потом у детей недоразвитие речи, они абсолютно социально никуда не годятся, что они не общались с живыми людьми. Они общаются с мышкой-нарушкой, которую в случае чего он может пригвоздить к стенке виртуально. В чем дело-то? А зачем их рожать тогда? Для чего рожали? Одни хлопоты. Шутка. Все вопросы мы точно не зададим. Да, иначе я в обморок упаду, потому что я выехала из Петербурга рано утром. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чему учить детей в начальной школе, когда идет активное формирование мозга? Как к чему? В каком? Всему. Да, я понимаю. На что обратить особое внимание? Нет, это не ко мне вопрос. Нет, я просто не жулик, поэтому я не хочу отвечать на вопросы в областях, где я не специалист. Маленькими детьми занимается целый ряд разных специальностей. И это психологи по этому возрасту. Это специалисты по педагогике для этого возраста. Специалисты по программам, в том числе и компьютерным, и игровым, для этого возраста. Я не имею права говорить такие вещи. Я этого не знаю. Это нечестно. Все, что я говорила, я знаю. Я могу как бы из кармана доказать, что вынете. А тут я могу только профанацией заниматься. Зачем это? Это никому не нужно. А давайте мы сделаем какую-нибудь лекцию нашу, чему учить в разных возрастах. Это связано друг с другом. Это, я думаю, наша компетенция. Ну, конечно, я потому и говорю, что это не для меня вопрос. Давайте еще два вопроса и будем завершать. Пожалуйста, ваш и потом вот наверху еще. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Меня зовут Виктория. Я хотела бы задать такой вопрос. В книге Ката Ломб, я думаю, многим известно это имя, в книге «Как я изучаю языки» описывается такой способ изучения языков во сне, то есть такая специальная методика. Насколько это возможно с точки зрения работы мозга? Спасибо. Ну, видите ли, мозг-то никогда не отрубается. Когда вы спите, мозг совершает такую работу, которую мы не можем совершить в бодрствовании. Поэтому мозг, разумеется, воспринимает все всегда. Вот знаете, я так сбоку подхожу к вашему вопросу. Я часто слышу вопрос, что влияет на работу мозга. Это идиотский вопрос, потому что ответ на него – все. На него влияет все. Если я сейчас пойду заваривать, я не знаю, зеленый чай, то это повлияет на работу моего мозга. А также, когда я его буду пить и мыть чашку после этого, нет ничего, что не влияло бы на работу мозга. В том числе во сне. Когда человек спит, у него разве что глаза закрыты, а уши-то у него открыты, кожа, гравитация, он дышит, он соприкасается с чем-то. Это сложный процесс. Но на ваш прямой вопрос, стоит ли учить язык во сне, я считаю, что это жульничество. Это несерьезно. Мы просто настолько ленивы, мы уже хотим вообще ничего не делать. Если не хочется, так и не учите. Сейчас в телефоне нажал, он тебе переводит с Сенегальского. Тогда не учите. Если вы хотите его иметь своим, то это изысканное занятие, подразумевающее чтение прекрасной литературы и отсматривание чудесных фильмов и так далее. Нужно его воспринимать, это занятие, не как наказание, а как радость. Кстати, уж заодно продам еще одну мысль научную. Вполне ничего не может быть хуже для вообще любого обучения, чем скука. Потому что вырабатывается неправильное количество дофамина, адреналина и так далее, которые сопутствуют, даже не сопутствуют, а обеспечивают запоминание. Если скучно, то это просто беда. Поэтому нужна обязательно мотивация, хоть какая-нибудь, она может быть положительная. Я не знаю, влюбился в китайца, влюбились в китайца, китайского не знаем, куда деваться. Придется учить. Не хочется, но выхода нет. Или это может быть тщеславие. Я всегда номер один, и здесь буду номер один, хотя ненавижу. Это может быть страх. Меня наказывают за этого. Или это может быть вознаграждение. Как пятерку принесу, мне там подарочки. То есть разное, худшее, что может быть, это когда ничего, ни плохого, ни хорошего, а только мухи летают и падают от скуки на землю. Татьяна Владимировна, добрый вечер. Я здесь, нахуй. Во-первых, спасибо вам большое за содержательную лекцию, интересную, как всегда. Спасибо вам. Я так понял, мой вопрос будет последним, и он как-то интересно совпадает с тем, на чем вы окончили вашу лекцию об искусстве. Мы с вами в апреле, если помните, смотрели вместе в Александринке «Рождение Сталина». Так вот, мне интересно, вам понравился спектакль? Если да, то почему? Мне понравился спектакль. Сложнее ответить на второй вопрос, почему. Во-первых, я думаю, потому что мне его посоветовали люди, чье мнение мне важно, московские люди, которые меня, можно сказать, насильно туда послали. Хотя это в Петербурге происходило, но сплетни из Москвы. И второе, я знала, кто играет Джугашвили, и мне интересно было, как он играет и как это подает. Так что вот у меня такой... Я не буду говорить, что это спектакль, который вообще укладывает там вот. Такого не скажу. Но интересно. Я время не потратила так просто. Так что вот. Искусство, так а что? У нас, по-моему, кроме искусства уже не осталось территории никакой. Все остальное эти железяки сожрут. Так что вот только то, что не алгоритмизируется, что на нюх, на вкус. Нравится и все. Это то, на что нет ответа, четкого ответа. Почему нравится? Почему-то это любит. Не знаю я, почему люблю. Нравится осетрина и все. Хотя и жалко. Мне гораздо больше жалко другое. Мне очень нравятся коровы. У них глаза такие, эти бархатные ресницы и все это. Я была в Ирландии недавно, две недели назад. Там такие коровы, красавицы, ходили. Я шла, а потом мы пошли ужинать. И там, значит, стейк вам так поджарить или это. Боже, у меня ужасное чувство было. Либо ресницы эти чудесные коровы, либо стейк. Ты выбери. Ну, нельзя одновременно. Какая-то красивая. А теперь вот мне, пожалуйста, вырезку из этого места. Ну, страшное же на самом деле. Жуткое дело. Ну, это я к тому говорю, что вот это человеческое. Вот те вещи, которые ты не можешь объяснить, почему. Ну, как с влюбленностью. Всякий, кто влюблялся, знает. Неведомо, почему. Никто не знает. Так случилось. Закончим? Спасибо большое. Нам хотелось бы, чтобы это была не последняя встреча. Но мы друзья, так что рано или поздно договоримся. И мы будем трудиться, любить и учить иностранные языки. Все точно. Спасибо большое. Это небольшой суверен. Ой, красота. Можно посмотреть? Да что вы говорите? Ой. Не знаю, что там. Красота. В общем, все. Буду писать, читать. Наконец-то. Спасибо вам. Я вам желаю успеха. Спасибо. Продолжение следует...